Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем. Главная тема – предназначение или целеустроение. Как понять своё предназначение и научиться достигать поставленных целей? Рубрика «Книжная полка» – познакомец с полезными книгами по популярной психологии. На вопросы телезрительской почты ответит психотерапевт Марк Евгеньевич Сандомирский. В рубрике «Рецепты счастья» – короткие рецепты и советы на все случаи жизни. Сила, ведущая нас по жизни – это наши цели. Достижение целей – один из самых сложных лабиринтов. На этом пути мы долго плутаем, часто попадаем в тупики, не достигая желаемого. Что нам мешает? Как сделать так, чтобы задуманное сбывалось? Особенно та главная цель, ради которой мы приходим в эту жизнь. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем – кандидатом биологических наук, психологом Алексеем Каледой. Алексей Каледа. Окончил биологические и психологические факультеты Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат биологических наук, практикующий психолог, музыкант. Начинал концертную деятельность в составе ансамбля народной музыки под управлением Дмитрия Покровского. Более 15 лет руководит фольклорно-этнографической студией, а также музыкально-этнографическим проектом «Белый свет». Как психолог и психотерапевт работал в наркологии и психиатрии. В настоящее время занимается этнографической психологией. Исследует психологию обряда, психологию пения и народную психотерапию. Автор и ведущий циклы тренингов «Славянские психотехники». Алексей, что такое цель и что такое желание? Есть ли какая-то разница между этими двумя понятиями? Да, конечно. Желание – это то, что человек может сделать прямо сейчас. Он находится дома, он хочет пить, берет стакан воды и пьет. Цель сложнее. Это желание, которое отсрочено, его нельзя достичь сразу. Человек находится в пустыне. Ему сначала нужно эту воду найти. И для этого нужно какое-то действие? Безусловно. Судя по тому, что не все наши цели достигаются, наверное, мы как-то неправильно понимаем это слово и делаем что-то не так. Вообще, что такое цель? Что нужно знать об этом? Ну, в сущности, цель, если рассматривать ее с точки зрения нашего сознания, это связка из нескольких образов. Первое – это образ желаемого. То есть то, что, собственно говоря, человек хочет. Ну, понятно, что хотеть он может очень много чего. Второе – это образ достижения этого желаемого. Иными словами, описание того, какие шаги я должен предпринять для того, чтобы это достичь. Ну, и, наконец, последнее – это решение, согласно которому пока это сделать нельзя. Нужно чуть-чуть подождать. Или не чуть-чуть. Но все-таки что-то мешает нам на пути достижения цели. Вот какие подводные камни, какие тонкости нужно знать, чтобы избежать этого? Ну, первое, самое такое простое, очевидное – это отсутствие точного, полноценного образа достижения. Это первое. Второе – связано с тем, что цели, по своей природе, они очень разнородны. Это, во-первых. А во-вторых, с ними происходит разное, ну, так скажем, сложное явление. Если говорить о целях, я просто перечислю виды целей. Первое – это цели явные. То есть цели, которые человек осознает, о которых он может нормально говорить с другими людьми. Второе – цели тайные. Цели, которые, в принципе, осознаются, но от других людей их принято, как правило, все-таки скрывать. И, наконец, третье, самое интересное с точки зрения меня, как психолога, практика – это цели скрытые. То есть цели, которые, в принципе, не осознаются. И судить о их наличии можно исключительно по их результатам, по тому, что человек в конечном счете имеет. Ну, собственно говоря, наличие вот этих вот скрытых целей делает процесс достижения желаемого часто очень сложным, а иногда и невозможным. Почему? Цели имеют свойство подменяться. Ну, например, человек полагает, что он хочет одного. На самом деле, через эти его действия проявляется совершенно другая скрытая цель, часто даже противоположно направленная. Дальше. Цели могут теряться. То есть предпринимается какое-то действие, люди могут даже договориться совместно, а что они хотят. Потом выясняется, что хотели-то они совсем даже другого. В результате все оказались у разбитого корыта. Почему так происходит? Дело в том, что цели очень часто оказываются как бы вложенными одна в другую, как в матрешку. И очень часто содержание вот этих вот находящихся внутри целей, находящихся внутри явных, оно остается неосознанным. И в силу этого человек получает вовсе не то, что хотел, или не получает ничего вовсе. То есть трудно разобраться в таком многообразии собственных целей. Да, безусловно. Очень много лишнего, мишуры. Безусловно. Алексей, я знаю, что вы занимаетесь так называемой этнопсихологией. Вот с точки зрения этнопсихологии, что такое цели? Как вы их определяете? И что такое этнопсихология в данном случае? Ну, начну с последнего вопроса. Этнопсихология, как я ее понимаю, как, собственно говоря, понимал автор этого понятия, Константин Дмитриевич Каверин, замечательный русский ученый середины девятнадцатого века, он считал, что задачей этнопсихологии является изучение, собственно, народных представлений о природе душевной жизни человека. Ну, в последующие годы было принято считать, что народные представления на эту тему являются суевериями, и поэтому они не исследовались никаким образом, между тем, как практика показывает, что они содержат в себе совершенно замечательные, очень действенные психотехники, очень точное видение. Собственно, все, что я сказал выше, как раз относится вот к этому самому этнопсихологическому видению целей и их природы. Это и есть основа вашего метода? Совершенно верно. Итак, что нужно для того, Алексей, чтобы наши цели достигались? Для того, чтобы наши цели достигались, их прежде всего нужно привести в порядок. Без этого их достижение может оказаться невозможным или крайне затруднительным. О том, как привести свои цели в порядок, мы поговорим в следующем разделе нашей программы, а сейчас рубрика «Книжная полка». Сегодняшняя книжная полка посвящена неприходящей теме взаимоотношений и взаимопониманий между мужчиной и женщиной. Новая книга Юрия Андреева «Мужчина и женщина» вышла в издательстве «Питер» в конце 2006 года. Автор, доктор филологических наук, член Союза писателей. Он написал свою первую книгу «Три кита здоровья» еще в 1990 году. И за это время его первая книга выдержала 15 переизданий различными издательствами. Новая же книга «Мужчина и женщина» читается на одном дыхании. Жанр ее парадоксален. Это скорее поэма о любви между мужчиной и женщиной во всех ее проявлениях. Она и о супружеском несчастье, которое многим из нас знакомо. Она и о супружеском счастье, которое мы все хотели бы ощутить, но для этого требуются знания, мудрость и труд. Прекрасный драматический мир человеческих отношений, представленный в этой книге, учит нас житейской мудрости, искусству любить и быть любимым. По словам самого автора, эта книга – призыв к необходимой супружеской работе, требующей сил, времени и вдохновения для того, чтобы брак удался. Хотите ли вы, чтобы ваш брак стал удачным? Попробуйте примерить жизненные коллизии главных героев на себя. Оцените, насколько вы готовы принимать такие решения, которые приходилось принимать главным героем этой книги. Попробуйте выполнить те советы, которыми пронизано повествование этой книги. И, может быть, тогда вы познаете то счастье, которого вы достойны. Читайте, дерзайте. И до новых встреч у книжной полки «Помоги себе сам». В сущности цель, если рассматривать ее с точки зрения нашего сознания, это связка из нескольких образов. Наличие вот этих вот скрытых целей делает процесс достижения желаемого часто очень сложным, а иногда и невозможным. Для того, чтобы наши цели достигались, их прежде всего нужно привести в порядок. Без этого их достижение может оказаться невозможным или крайне затруднительным. Итак, для того, чтобы наши цели достигались, и лучше с неименьшими препятствиями, а еще лучше, если легко и просто, их нужно привести в порядок. Как это сделать? Алексей. Ну, в общем-то, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно поговорить о том, а как вообще цели взаимодействуют между собой, как они укладываются. Иными словами, нужно говорить о целеустроении. Ну, собственно, это слово и означает приведение целей в порядок. Как правило, у человека, ну, у любого человека есть несколько стихийно образовавшихся систем целеустроения. Первое, самое неприятное, с точки зрения реализации желаемого типа целеустроения, это так называемый лох. Что это слово означает? Что-то плохое, кажется, сначала, что что-то плохое. Ну, вообще, исходно, лох – это лесостепной, очень ветвистый кустарник. Да что вы. Совершенно верно, да. И в силу своей ветвистости, представьте, что вы этот кустарничек, кустик берете и пытаетесь протащить сквозь заросли таких же. У вас ничего не получится, вы будете стоять на месте. То, что точно, в точности то же самое происходит при лохообразном типе целеустроения. То есть народ взял образ этого кустарника в определении какого-то такого не очень типичного, не очень хорошего образа жизни? Ну, в каком-то смысле, да. Он обозначался вот так вот. Вот этот кустарник. Да, кустарник. То есть это цели, их много, и они все разнонаправлены. В результате человек, ну, скорее всего, будет двигаться по жизни так же, как этот кустарник по заросле при попытке его как-то шевелить. Ничего не получится. Второй тип целеустроения назывался леса или кумака. Показывался вот так вот. То есть целей много, они все вроде как однонаправлены, но в силу того, что их много, человек скачет от одной другой, и в результате оно либо стоит на месте, либо движется, но очень-очень медленно. Еще один стихийный же тип целеустроения – кулак. Так вот он и показывался, соответственно. Ну, пальцы – это цели. Что здесь мы имеем? Целей мало. Они вроде как все свои, но посмотрите, они замкнуты сама на себя. Каждая цель замкнута сама на себя. Ну, для такого человека достижение какой-либо цели – это катастрофа, это потеря смысла жизни. Ну, очень яркий пример – это ситуация, когда женщина живет для того, чтобы вырастить детей. Она живет ради детей, дети выросли, все, жить с того незачем. А, внуки. Отлично, будем ждать внуков, и тогда положим свою жизнь на них. Вот это вот примеры стихийных и, в общем-то, не слишком полезных типов целеустроения. Желательным считается тип целеустроения, называемый стажок. Вот так вот его можно показать. То есть, целей мало. Они все направлены… Все правильно показывают? Да, примерно так. Они все направлены в одну сторону, и каждая достигнутая становится ступенькой к достижению следующей – более большего объема, более высокой цели. Ну, естественно, что для того, чтобы прийти к такому типу целеустроения, нужно поработать. То есть, сам по себе он возникает редко, но, правда, возникают, по крайней мере, люди, которые действительно успешно чего-то достигают, они, по крайней мере, в той области, где они успешны, они пользуются именно этим типом целеустроения. Ну, пример можно какой-то привести? Ну, в качестве примера, наверное, можно привести случай в деловой практике. То есть, человек, он решает сделать дело. При этом он действительно хочет сделать дело, ему действительно хочет, чтобы оно его обеспечило. И при этом он откладывает цели, ну, например, доказать кому-то, что он круче. Ну, естественно, в конечном счете он это докажет, но это не главное, если у него все получится. Он откладывает, ну, например, страх, что вот он ничего не достигнет, и вот будет такой весь нереализованный и несчастный. То есть, вот эти вот все дополнительные цели, они уходят, остаются одна. И чем, ну, вот здесь нельзя не вспомнить, что слово цельный, цельный человек. То есть, это человек, который весь собрал себя для достижения чего-то, и он этого почти неизбежно достигнет. Тем более, что, как бы, движение к цели, оно ведь изображается как раз как движение к какому-то абсолюту, к единице, да, к какой-то конкретной точке, что, наверное, и позволяет вот этим людям достигать своих целей. Хорошо, Алексей, вы сейчас так образно и достаточно точно рассказали нам о типах целей, которые могут быть у человека. А этого достаточно для того, чтобы привести свои цели к действию, да, для того, чтобы цели сбывались? Или нужно что-то еще? Это необходимый, но недостаточный шаг. Для того, чтобы цели достигались, кроме этого, нужно убрать, по возможности, очиститься от целей, которые являются помехами. Это первое. И второе. Свою цель необходимо привязать к некой большой, реально большой цели, ну, в общем-то, ради которой действительно человек, как я считаю, и приходит в этот мир. Через несколько минут мы продолжим наш разговор о том, как выяснить истинность наших целей и убрать все, что мешает их достижению. А сейчас настало время ответов на вопросы. Сегодня на письма телезрителей отвечает кандидат медицинских наук, психотерапевт Марк Евгеньевич Сандомирский. К нам приходит много писем от телезрителей. Вот письмо, которое прислала девушка Наташа, 23-х лет. Очень драматичное и жизненное. Я никак не могу устроить свою личную жизнь. Молодые люди, которые со мной знакомятся, через месяц, максимум два, куда-то исчезают. Подскажите, что со мной не так? Уважаемая Наташа, единственное, что с вами не так, то, что вы допускаете подобную мысль, как будто что-то у вас не так. Это самокритичные, самообвинительные мысли, которые отталкивают от вас людей. И то, что необходимо вам обязательно сделать – научиться хвалить себя, принять себя такой, как есть. Обязательно почаще говорить себе комплименты и постараться заметить, как ваш организм, ваше собственное тело откликается на те приятные слова и мысли, которые вы произносите в свой собственный адрес. Это хорошее, полезное ощущение в своем теле. Постарайтесь, пожалуйста, запомнить. И в дальнейшем повторяйте и напоминайте его себе как можно чаще – утром, вечером, во время общения, во время знакомства с интересными для вас людьми. И очень скоро вы заметите, что эти люди начинают иначе к вам относиться, больше вас ценить, уважать и даже, возможно, любить. Желаю вам успешного устройства в вашей личной жизни. И поверьте мне, это будет именно так. В сущности цель, если рассматривать ее с точки зрения нашего сознания, это связка из нескольких образов. Для того, чтобы наши цели достигались, их прежде всего нужно привести в порядок. По возможности очиститься от целей, которые являются помехами, свою цель необходимо привязать к некой большой, реально большой цели, ну, в общем-то, ради которой действительно человек, как я считаю, и приходит в этот мир. Беда многих из нас состоит в том, что мы имеем слишком много целей, и все они очень разные, а зачастую и не наши, а навязанные нам обществом, родными, близкими и друзьями. Все это, оказывается, мешает их достижению. Алексей, как с этим справиться? Что сделать для того, чтобы эти препятствия ушли? И вообще, как определить свою цель? Поучите нас. Ну, первое, что нужно сделать на этом пути, это постараться определить, ну, ту большую цель, которую можно назвать предназначением. Для чего это нужно? Ну, естественно, что чем больше цель, тем больше она содержит в себе сил. Другой человек поступает в ВУЗ, и его задачей является поступление в ВУЗ. Другой человек поступает в ВУЗ для того, чтобы в дальнейшем интересно работать, что-то делать большее. То есть для него поступление в ВУЗ является простой ступенькой. Практика показывает, что при прочих равных условиях второй, то есть для которого ВУЗ – это просто необходимая ступень, сделает это гораздо легче. У него просто будет меньше проблем, он легче сдаст экзамены и так далее и тому подобное. То же самое относится и к целям, ну, в общем-то, жизненного масштаба. В них, чем цель больше, тем в ней больше сил. Следующий момент, очень важный в целеустроении, предполагает то, что необходимо, как мы уже говорили, очищаться от целей лишних. А как узнать, какая цель лишняя? Как это сделать? Естественно, приложивши ее вот к той самой большой цели, ради которой, ну, можно сказать, я здесь и оказался. Как правило, она ищет, находится на перекрестке трех направлений исследований. Первое – это исследование своих детских мечт. Вообще, я считаю, что чем человек моложе, чем он ближе к детству, тем он более целен и тем ближе он к вот этой самой большой задаче, ради которой он родился. То есть в детстве мы все помним свою вот эту главную цель, и она может выражаться в нашей детской мечте. Совершенно верно. Единственное, что мы ее назвать не всегда можем. Ребенок назвать ее вряд ли сможет, даже если его попросить об этом. Но некое знание, причем вот оно вот здесь, сейчас, оно в нем присутствует. Тогда как же ее найти? Значит, в чем она выражается? Через мечты. Через мечты? Через мечты. Причем прямое исследование детских мечт обычно не дает результата, всегда нужно их смотреть с некоторым заглублением. То есть, например, человек мечтает, девочка мечтает быть балериной. Что это означает? Для нее, не для взрослого человека, а там, в детстве для нее, совершенно не обязательно, чтобы это был балет. Возможно, что это просто способность красиво, свободно двигаться. Сейчас, следующая тема для исследования, это вопрос, а что я люблю делать? То есть, это тоже еще одна подсказка на пути к выяснению этой своей главной цели. Да, причем, что здесь важно, люблю делать даже просто так. Даже если мне за это не платят, и даже если препятствуют этому. То есть, некое действие, на которое моя душа отзывается. И, наконец, последнее, в общем-то, самое сложное, это прямой вопрос себе. А зачем я сюда пришел? Не всегда они со всеми работают, но некоторые люди, задавшись этим вопросом, достаточно легко попадают на цели очень большого масштаба. И совершенно не обязательно даже, чтобы человек, выполнив эту работу, смог точно сказать, вот это вот мое предназначение. Скорее всего, в большинстве случаев просто практика показывает, обозначается некое направление. Ну, условно говоря, в какую сторону мне двигаться. Но уже само знание этого направления, уже само осознавание его, оно дает массу сил, является замечательным антидепрессантом, заключенным в нас самих. И, в общем-то, дает возможность, ну, по крайней мере, убрать из своей жизни цели, которые, ну, вот, ощущаются как явно чужие вследствие этой работы. Ну, это главная цель. Предположим, мы ее определили, и я думаю, что уже это будет для человека огромным достижением и счастьем. Потому что многие тратят на это годы, а иногда и всю жизнь. А что делать с повседневными целями? С обыденными, которые встречаются каждый день, в которых у нас скапливается целый просто ворох, и они давят на нас? Эти не сделанные, не осуществленные дела. Ну, такие не сделанные, не осуществленные дела, они называются долгами и хвостами. Работа с ними складывается, первое, из очищения. То есть, по возможности, количество долгов и хвостов нужно сократить. Точнее так, первое, осознать. А второе, их сократить. Осознавание их выполняется очень просто. Вы берете бумагу, задаетесь вопросом, а что я вообще должен сделать? И, не редактируя себя, пишете на бумагу по пунктам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Получается список, в котором есть дела очень большие, очень объемные. Ну, например, там, написать курсовую, или защитить диссертацию, или написать книгу. И дела очень мелкие, типа, пришить пуговицу, отдать белье в прачечную. То есть, самое с такого, это ворох пунктов. По нему нужно пройти с вопросом, а мне это сейчас нужно? Соответственно, если вы обнаруживаете, что какой-то из пунктов вам сейчас не нужен, вы его с чистой совестью вычеркиваете. Обычно на этом действии список ополовинивается. А далее, оставшийся, сухой остаток, необходимо разместить по времени, ну, пользуясь каким-либо методом планирования из известных, собственно, много популярной литературы на эту тему существует, и по мере срочности их выполнять. Единственное, что важный момент, желательно начинать с дел простых, которые можно сделать за пять минут. Почему? Потому что, как ни странно, сил для своего поддержания, эти мелкие хвосты требуют ровно столько же, сколько хвосты объемные. Вот, собственно говоря, и все. Итак, подводя итог нашей передачи, Алексей, что вы могли пожелать нашим телезрителям по поводу достижения своих целей? Достигать именно своих целей. Определить, какие цели действительно являются своими, и их благополучно достичь. Спасибо большое. Спасибо. И в заключении нашей программы, в рубрике «Рецепты счастья» короткие советы на все случаи жизни от профессионалов и не только. Сегодня свой рецепт счастья нам выпишет известный писатель, философ и психолог Григорий Семенович Кваша. Невозможно дать рецепты на все случаи жизни, но можно дать приблизительно общий рецепт на каждый определенный возраст. С 17 до 24 лет – самый прекрасный возраст, юность, обязательно максимально широкое общение. Ни в коем случае не стоит идти в армию. Самый лучший вариант для этого возраста – это поступить в институт и поменьше общаться с родителями. С 24 до 31 рано начинать карьеру, не стоит устраиваться на какое-то постоянное место работы, лучше всего попутешествовать по миру. Кстати, если предложат в армию послужить, в этом возрасте уже можно, неплохой вариант. Идеально в этом возрасте выйти замуж, это для девушек, а юношам в этом возрасте жениться еще рановато. Для этого существует следующий возраст. С 31 до 40 – это самый лучший возраст для того, чтобы образовать семью. Женщине желательно родить одного или двух детей. Мужчине нужно стать мужчиной, то есть построить дом, вырастить детей, ну и посадить дерево, конечно. И, наконец, карьера. Карьеру, конечно же, мужчина обязан начинать в 30 лет, а женщина – нет, нужно чуть-чуть подождать, пусть занимается карьерой муж. Мужчина от 40 до 55 – это возраст, когда нужно обязательно достигнуть успеха. Возраст – все на продажу, все, что придумано, все, что наработано до 40 лет, все нужно продать. Это возраст реализации. А вот женщина с 40 до 55 может делать серьезную карьеру, занимать самые ответственные посты, идти как бы от нуля и вверх. 55 – мужчина возвращается, кризис середины жизни закончен, он возвращается в большую карьеру. Это идеальный возраст для того, чтобы возглавить какую-то систему или прийти к власти. Возраст максимального, властного как бы успеха. мужчина и женщина несколько отходят в тень, должна заняться теми вещами, о которых, может быть, рано еще говорить. Это магия. В будущем нами будут руководить женщины, знающие про будущее, пока они молчат. Но подробнее можно прочитать об этом всем в книгах, написанной мною, Григорием Квашой, в частности, «Возрастной гороскоп». Наша передача подошла к концу. Пишите и звоните нам. Автор лучшего вопроса и лучшей проблемной истории получит от нас подарок – книгу с нашей книжной полки или приглашение на психологический семинар в центре «Помоги себе сам». С вами была программа «Нить Арядны» ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы!